Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах, продолжаем работать с текстами пророчеств, сегодня это будут заповеди, и мне бы хотелось сегодня спроецировать некоторые заповеди десятисловия на мировую экономику, да-да, именно на неё, потому что получится достаточно интересный материал, и вы посмотрите на себя со стороны. У нас есть заповедь, она десятая. Не выжелай ничего то, что есть у брата твоего. О чём говорит эта заповедь, когда мы её читаем? О том, что мы не должны завидовать, мы не должны завидовать тому, что есть у других людей. Ну и поскольку все люди братья, то мы не должны завидовать, в частности, тому, что есть в соседней стране или в соседних странах, какие есть возможности, а значит мы не должны вклиниваться в процесс их развития. Есть строгие границы, за пределы которых Бог не позволяет заходить благодаря вот этой заповеди, и когда заповедь не исполняется, то одновременно не исполняются заповеди «не укради, не убей», а значит не исполняется главная заповедь. Это заповедь, которая связана с любовью к Господу Богу Вседержителю, ибо любовь к нему проявляется в соблюдении того, что он нам оставил в качестве закона Бурзика. Итак, как ведут себя другие страны по отношению к нам? Ну, конечно же, они пытаются внедриться во все процессы, которые существуют в нашем социуме. Конечно же, они вклиниваются в нашу экономику, и тем самым влияют на нее не всегда положительно. Понятно, что их инвестиции, с одной стороны, ее развивают, а с другой стороны, мы теряем самостоятельность. А значит, экономика теряет свои национальные корни. А нам нужна национальная экономика. И это правильно? Если вы посмотрите вот на эту заповедь с точки зрения собственной усадьбы, то никому не нравится, когда кто-то из-за забора или из-за калитки заходит к вам и что-то начинает делать в вашем дворе или в вашем доме. Ну, почему, когда касается страны, мы на это смотрим с закрытыми глазами? Куда делась вот эта вот наша славянская патриотичность, которая всегда присутствовала в нас? Куда исчезла гордость за собственное государство? За собственные дела? За собственные достижения? Ответьте сами себе на этот вопрос и подумайте об этом уже сегодня, потому что завтра может не наступить. А потому что, когда мы позволяем другим хозяйничать в нашем дворе, то, безусловно, мы теряем этот двор и теряем этот дом. Но то же самое, когда мы хозяйничаем, а не у себя дома, то понимаем, что приступаем к заповеди, которые есть в наличии. А значит, будем наказаны за это. Ну, поскольку о национализации промышленных предприятий я уже говорила, останавливаться на этом вопросе не буду, поговорим мы несколько на другую тему, которая очень актуальна. И я хочу вас уведомить о том, что поддерживая вот эту сферу мировой экономики, о которой я сегодня буду говорить, вы рубите сук, на котором сидите. И я хотела бы обратить ваше внимание на сетевой маркетинг. Давайте начнем с того, что такое сетевой маркетинг и с чем его едят. И почему я, в принципе, начала озвучивать эту тему. Сегодня я в друзья добавила человека, который занимается вот как раз подобными проектами и говорит о том, что система MLM, или сетевого маркетинга, спасет экономику нашей страны. Вы можете зайти на его страничку, посмотреть его информацию, я думаю, что вам будет любопытно. Но я хочу высказать свою собственную точку зрения. Я прекрасно понимаю, что сетевой маркетинг это очень удобно, поскольку распространяется товар посредством дистрибьюторов, либо через дистрибьюторов, которые работают непосредственно с потребителем, либо через сеть интернет. Может быть, конечно же, эта система когда-нибудь и спасет нашу национальную экономику. Но в тот момент, когда у нас появится что-то свое и национальное. И я прекрасно понимаю, что те фирмы, даже те фирмы, которые якобы являются российскими, далеко не российские. И имеют, конечно же, зарубежные корни. Наши русские люди пытаются заработать посредством вот этих вот виртуальных пирамид. Понятно, что на начальных этапах все держится на эмоциях, на определенных подарках. Но потом понимают, что все это заработок для дяди. И самое страшное, что это заработок, который уплывает за рубеж. Поэтому, когда мы говорим о системе MLM в России на сегодняшний момент, то мы прекрасно понимаем, что люди, поддерживающие эту систему, поддерживают экономику других стран и тем самым душат собственными. Смотрите, как гениально он влез в наш социум. И на сегодняшний момент мы очень радуемся его существованию. Но, поверьте, чем дальше, тем сложнее будет построить собственную экономику и собственный сетевой маркетинг, поскольку вы не соблюдаете заповедь, которую я бы обозначила как заповедь «не прелюбодействуя». Я понимаю, что есть экономические связи, есть политические взаимоотношения, есть какая-то собственная выгода, желание заработать, но есть еще понятие «родина». И когда вы соглашаетесь жить или родились в определенном государстве, то вы несете ответственность за это государство. А значит, и за все процессы в нем происходящие. И когда вы изменяете государство, то это называется госизмена, либо попросту экономическая проституция. Потому что вы занимаетесь блудодеяниями, помогая экономикам и другим странам развиваться и душить нашу отечественную экономику. Возможно, я выразилась достаточно грубо, но вы должны понимать, что если вы живете в определенном дворе, в определенном доме, когда кто-то приходит к вам извне и начинает наводить порядки, и начинает наводить хаос, который вас не устраивает, то, безусловно, вы начинаете бороться за собственное имущество. Так вот, ваша страна, наша страна – это наше общее имущество, за которое тоже нужно бороться. И если не прекратить вот это вот влияние из-за забора, не останавливать вот этих вот людей, которые заходят в вашу калитку без разрешения, то можно остаться без калитки, без двора и без дома. Чем была хороша монархия? Монархия была хороша тем, что монах чутко понимал, что это его территория. И за собственную территорию нужно бороться, потому что то, что нажито непосильным трудом, необходимо сохранять. И чем больше монарх расширял территорию, тоже, кстати, не по заповеди, тем за большую часть территории он отвечал. И старался не допускать туда кого-либо. Хотя, почитав исторические факты, я не могу сказать это о романах. И в следующих видеоматериалах, когда будем говорить о музыкальной культуре нашей страны, я расскажу вам некоторые вещи, которые вас, возможно, удивят. Все-таки Запад очень сильно влиял на эту династию, и если рюрики держались обособленно, то о романах я этого сказать не могу. Я прекрасно понимаю, что если ограничить деятельность сетевого маркетинга других стран на территории нашей страны, то у нас возникнет определенный дефицит. Я думаю, что нужно сделать так, чтобы он остался. Но это было выгодно нам. Для этого необходимо просто почитать историю и сделать так, как делали монархи. Что касается необходимости возникновения дефицита, я так думаю, что иногда вот это вот нахождение в жестких условиях, оно провоцирует мысль, провоцирует идею. То есть когда у людей все есть, когда людей все устраивает, когда нет необходимости изобретать велосипед, его никто не изобретет. Поэтому, возможно, лучше пожить в жестких условиях и создать свою экономическую базу и свою национальную экономику, нежели ходить, извините, в том ширпотребе, который нам предлагают и есть, простите, то несъедобное, что лежит на прилавках. Себя, уважающий человек, этого делать не будет. А себя надо научиться уважать. Еще одну цитату я хочу вам сегодня зачитать. Это у нас второе послание Коринфянам, 11 глава. Здесь как раз идет речь о самоуважении. «Ибо вы, люди, разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Ну, понятно, что я вытащила из контекста, но мысль хорошая. Вы подумайте. Подумайте о том, что себя нужно научиться любить. А любить, значит, переучить, уважать. И необходимо добиться уважения всей нации. Потому что мы, русские, очень жертвенные люди. Но вот это вот самопожертвование довело до того, что об нас начали вытирать ноги. Этого нельзя допускать. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok